Поворот на восток с Николаем Вавиловым. — У многих обывателей один оттенок — это красный. Вы каждый раз говорите, что даже в каждом городе очень много противоборствующих групп и так далее. Сфера влияния, сил влияния. — Вы знаете, это в целом, если мы рядовых каких-то людей берём, рядовых слушателей, конечно, это в целом специфика сознания. Так работает сознание. То есть проще воспринимать всё в одном ключе, самое сложное в двух ключах, а реальность гораздо сложнее. — Иногда проще, иногда сложнее. У нас точно так же, в США так же. Законы, в этом и смысл науки. То есть это изоморфность мира, изоморфность физики. Что это значит? — Если есть притяжение на Земле, то оно есть на Луне. И на Юпитере и так далее и тому подобное. Следовательно, можно делать расчёты и создавать летательные аппараты и прочее, и всякие луноходы, исходя из этих законов физики. — Если это наука, в ней не должно быть логических противоречий. Любая наука подчиняется законам формальной логики. Если политическая борьба есть в Венесуэле, Франции, Турции, Великобритании, Соединённых Штатах, не побоюсь этого слова, в Российской Федерации, почему её не должно быть в Китае? — То есть люди, которые изначально заявляют о том, что Китай однороден. И, кстати говоря, из этого пляшут дальше свои далеко идущие выводы, что, дескать, вот, значит, там Китай, значит, США, значит, какие-то там позитивные сигналы посылает, значит, всё, по рукам они ударили, значит, шеф всё пропало, гипс снимает, там, что клиент уезжает и так далее. — Вот, значит, Китай неоднороден, и политология, нормальная классическая политология, которая, конечно, должна базироваться, в первую очередь, на респруденции, как науки, изучающие государственное право и всё остальное, она такая же, как все остальные естественные науки. Если есть политическая борьба здесь, она есть там, и она есть повсюду. И есть разные группировки, они борются, и важно, следовательно, дальше надо их просто вычислить, значит, где луна, где земля, где солнце, кто от кого пляшет, значит, и так далее. И дальше по этим законам работать. Вот мы по этим законам работаем, и пока что, вот, в целом, да, в нашей передаче всё идёт так, как было сказано. То есть, дальнейшая продолжается борьба Си Цзиньпина, представителя антиамериканской линии, и в этом только нужно выключить, трактовать его визит Си Цзиньпина в Сан-Франциско, как вынужденный. Все реверансы, которые сейчас китайская сторона делает, тоже вынуждены. Возможно, это большая сделка. Антиамериканизм — это онтологическое, то есть присущее от рождения свойство политической группы Си Цзиньпина. Описан он, этот антиамериканизм, в книге «Китайская власть», ещё он тянется с 20-30-х годов и с Корейской войны. То есть, именно люди вокруг, сталинская группировка, которая к власти пришла после победы, значит, в 49-м году, основание КНР, это те, кто воевали в Корее против США, это антиамериканская война помощи корейскому народу, официальное название в Китае. Вот все руководители, которые были там, это и Пандехуа, и Гауган, и так далее, не все были антиамерикански настроены. Значит, и это всё показывается, эта линия тянется, и эта борьба продолжается, это драматическая смерть премьера Ликотиана, 68 лет, да, соответственно, и так далее, и тому подобное. То есть, есть система. Есть система в физике, в низовых телах, есть система в гуманитарных науках. К сожалению, всё, что я наблюдаю в гуманитарных науках, это сплошное либо, ну, скажем, прямое нарушение законов формальной логики, то есть, это болтовня, например, сказочничество какое-то, да, либо это, ну, подлог, да, то есть, когда люди, изначально, исходя из своих задач политических, да, доказать, что у России нет союзника КНР, значит, пытаются вот эти идеологические свои или там, условно, запросы от их групп, которые финансируют их и так далее, как-то вот распространить эту историю на, значит, как назвать это научным. У нас же мир науки, да, 20-й век, век науки, значит, если науку, значит, надо верить, правильно, британские учёные доказали, да? Да. Ну, всё, значит, ну, это же уже мемом становится, уже наука стала просто религией, если у вас там, если это какой-нибудь кандидат наук, значит, высшая школа экономики, ну, я не хочу всех под одну гребёнку, никого, прям, там, лишнего обидеть, но, значит, ну, человек сказал, ну, китайцы Си Цзиньпин, ну, он же в США летит, значит, всё, значит, всё пропало это, а вот вы мне что скажете на это? А Джан Юся? Джан Юся, да, кстати, был приём делегации военных из Китая во главе с зампредседателя Центрального военного комитета Китая, Джан Юся, принимал его и Владимир Путин, и Сергей Шойгу, обстоятельные были переговоры, отмечено, что отношение между Москвой и Китаем, это образец, между Москвой и Пекином, образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. И примечательно, что высокопоставленный китайский военный приехал в Россию ровно за неделю до ожидаемой встречи как раз Си Цзиньпина и Байдена на саммите АТЭС в Сан-Франциско, и говорят, что вот этот визит – важный знак к Вашингтону накануне переговоров лидеров двух сверхдержав. Хотя, наверное, попрошу вас сначала пояснить место Джан Юся во властной иерархии Китая. — Да, вот вы, Павел, сказали, говорят, что это сигнал Вашингтона. Говорит Николай Вавилов в своем телеграм-канале «Китай Николай Вавилов», подписывайтесь. Значит, мне из космоса было видение 1 ноября, что Джан Юся посетит Москву, планировалось 5-7 ноября, вот 8 ноября вышли, значит, новости, что он находится в Москве и так далее. Вот, значит, ну вот космос не врет, как говорится, да, на минутки юмора, да. То есть, ну, действительно, 1 ноября мы сказали, что Джан Юся совершит в ближайшее время свой визит в Москву перед визитом Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Это будет знаковый визит в телеграм-канале, это все есть. Значит, да, действительно, так и случилось. Знаковая дата была выбрана, то ли 5-е, то ли 7 ноября, значит, там, значит, пути Джан Юся неисповедимы, как он ехал там, значит, как он добирался до Москвы. Тем не менее, значит, Джан Юся, да, кто это такой? Значит, первое, это есть в Китае Центральный военный комитет. Его, не знаю, по какой-то прихоти наших востоковедов, чтобы не путать с Центральным комитетом Компартии, значит, начали называть совет. И вот он так перекочевал в Синьхуа, пишет и ТАСС, ну, я никого там не призываю, комитет использует, но это слово такое же, как в Центральном комитете, да, это Уэй, Янхуэй, да, то есть это комитет. Значит, Центральный военный комитет, коммунистический Центрального комитета, Центральный военный комитет, значит, Центрального комитета Компартии Китая, Он избирается из состава Центрального комитета Компартии на съезде раз в пять лет. Центральный военный комитет – это орган политического управления армией. Его возглавляет партийный совет безопасности, который конкретно управляет Народно-освободительной армией Китая и Народной вооруженной полиции Китая. То есть внутренними войсками, аналогом Росгвардии. Вооруженная Народная полиция переподчинена Центральному военному комитету изведения госсовета в 2018 году. В конце 2017 года, одновременно с тем же, как Росгвардия была непосредственно подчинена президенту Российской Федерации один год в год. Это орган управления политической армией, потому что, по сути дела, в Конституции никак... Все многие думают, что там диктатура Компартии, значит, Китая. В Китайской Конституции очень важно. Нет ничего, чтобы написано было напрямую, что Компартия управляет Китаем. В первой главе Конституции, в первой статье Конституции написано, что Китайская Компартия является неотъемлемым символом социализма с китайской спецификой. Вот и все. Это появилось тоже при изменении Конституции. До этого даже этой строчки не было. Да, там написано, что Китай – социалистическое государство, диктатура политариата, но роли управляющие над партией, что эта партия прям управляет, нет такого. Значит, и партия создает определенный механизм, частный центральный военный комитет, Дефис-совет, который, значит, возглавляет Си Цзиньпин. И его... Там два заместителя традиционно. Сейчас это Джан Юся, который остался, несмотря на свой возраст. Он перешагнул через 70 на момент 20-го съезда, но он остался. Это земляк Си Цзиньпина. Второй заместитель – это Хэ Вейдун, который перепрыгнул через голову иерархическую после 20-го съезда. Это бывший командующий 31-й группы армии, который основная задача – блокирование и высадка на Тайване. То есть вот Хэ Вейдун – это словно один заместитель Си Цзиньпина, и основной заместитель – это Джан Юся. То есть, по сути дела, Джан Юся – это земляк, во-первых, Си Цзиньпина, это провинция Шэньси. Значит, это как раз вот эта субэтническая группа, которая сейчас пришла к власти в Китае. Соответственно, это, по сути дела, я пытаюсь, как бы так сказать, аккуратно, чтобы не слишком мне не было... Не сказать, что он равен Си Цзиньпину. Как бы так сказать, что он не равен Си Цзиньпину. Я не знаю, получится, Николай Николаевич, или нет. В сравнении, вот наша аудитория, которая постарше, которая помнит еще советские годы, если сравнивать вот эту иерархию с КПСС, ЦК КПСС и с правительством, можно ли сказать, что Джан Юся – это из политбюро ЦК КПСС, который курирует армию? Да, армию, политические решения армии, министр обороны, генеральный штаб и так далее. Еще в Центральном военном комитете, кроме Си Цзиньпина, Джан Юсяхова и Дуна, был министр обороны, значит, Ли Шан Фу. За ним по иерархии следует Лю Джен Лиг, начальник генерального штаба. Значит, Джан Шин Мин – это представитель Центрального комитета контроля. Центрального комитета контроля, мы сейчас просто углубимся, это очень интересный момент, но мы сейчас не будем постепенно, как дело до них дойдет. Китай не дает нам расслабляться, до всех дойдет дело. Значит, Джан Шин Мин – это тот, кто курирует непосредственно, это важно на самом деле, как у них политический руководство, курируют органы контроля партийных в армии. Да, то есть это, причем комитет контроля, независимо от Центрального комитета орган, он также является членом постоянного комитета, комитета контроля, это Джан Шин Мин. И, значит, Мяо Хуа, такой последний, да, как этот, последний, но не самый значимый, last but doesn't least, или как там правильно англичане говорят. Это, значит, бывший адмирал, действующий адмирал, начальник политического управления. Значит, по-моему, я ничего не перепутал в их местах, если перепутал 6-го, там, 5-го, 6-го, 7-м, прошу прощения, но примерно вот они вот такой вот представляют высший орган партийного. Джан Юся, вот Си Цзиньпин, понимаете, это человек, который и председатель КНР, и Генеральность Китайской комитетической партии, значит, то есть это человек, это лицо, лицо вот этой шенсийской политической группы, фронтмен, как сейчас важно говорить. Значит, за ним в каждой отрасли есть равновеликие игроки. Вот Джан Юся, это самый главный силовик этой политической группы, самый главный силовик вообще в Китае, и в Китае, вот в отличие от нас, то есть у нас очень много в роли становления советского государства и продолжателя Советского государства Российской Федерации играли органы безопасности. В Китае немножко не так. В Китае кости государства — это армия, то есть Народно-освободительная армия Китая, МГБ, значит, Министерство общественной безопасности, аналог МВД, прокуратура. Они всегда играли второстепенные значения, то есть всегда была на первом месте армия, и армия в основном и часто используется как механизм внутренней политической стабильности. Джан Юся сделал свою карьеру, во-первых, в армии, если не ошибаюсь, 14-й армии, это всё Шэньси, это вот родная провинция Си Цзиньпина, откуда все вот, соответственно, туда. Ну и вообще, в Китае не все годны в солдаты. Китайская армия состоит из трёх больших группировок. Это северо-западный Китай, это Ланджовский бывший военный округ, Шэньси, это шаньдунские офицеры, значит, и северо-восточные, приграничные с Россией. То есть это самые такие, значит, вояки, значит, если что, сразу в драку, в отличие от обычных китайцев, да, которые в центре живут. Но ещё немножко сычуаньцы-вояки. Все остальные не считаются, не котируются как вояки, кроме как фудзяньцы, а не офицеры флота. То есть они не боятся плавать и так далее. А политическая, кстати, элита сейчас формируется из фудзяньцев. То есть Джан Юися – это человек, который второй раз видит Владимира Путина. В последний раз они в 17-м, по-моему, году встречались и так далее. То есть это, ну, как бы человек, равный Си Цзиньпину, посетил Россию. Спустя 10 дней после общения со Сергеем Кожигеточем Шойгу на Сяншанском форуме безопасности, главный форум Министерства обороны Китайской Народной Республики. И, скорее всего, это потенциально будущий министр обороны. Хотя не факт. Ну, скорее всего, как происходит. Это не будет для него понижение? Нет, это будет как схема, как с Ван Йи. Ван Йи же он был куратором партийным, то есть выше, верхнеуровневым куратором внешней политики, в том числе и стратегического диалога. После смещения Цзиньгана, как говорится, он объединил в себе и партийную, и исполнительную власть. Такого давно очень не было. Возможно, сейчас Джан Юйся после этого визита фактически, ну, американцы уже говорят, что у нас будет возвращен диалог стратегический, военный, там, скорее всего, с ним будет вести Джан Юйся. И, скорее всего, они ждут, что это будет министр обороны. Хотя я не знаю, я сразу предполагал, когда Ли Шанфу пропал, что министром обороны будет либо, ну, сверху кто-то. Я не предполагал, что Джан Юйся сможет сосредоточить в себе такую власть. На самом деле это означает, что политическая группа непосредственно в самый близкий круг Си Цзиньпина вокруг себя, а теперь министерство обороны. Что такое министерство обороны? Министерство обороны – это не только политическая военная власть. Это еще 230 миллиардов, примерно, долларов военного бюджета открытого, и еще столько же, примерно, значит, распиханного по смежным областям. Полтиллиона долларов. Да, они разные, не окры, там, всякие, значит, строительства, там, всякое прочее остальное. Ну, китайцы много чего, как бы, сразу не показывают, но это очень империя настоящая. Китай после прихода Си Цзиньпина к власти снова статус военного крайне высоко поднялся. То есть они денег не жалеют на армии? Ну, нет, как сказать, там все равно военный бюджет находится, официальный военный бюджет, значит, примерно на потолке 1% ВВП, то есть общий ВВП 17 триллионов долларов, значит, и военный бюджет 230, ну, чуть-чуть выше, чем 1% ВВП, ну, 1,5%. Япония постаралась выйти уже сейчас на 2%, ну, и в перспективе это триллион. Если начнется военная операция на Тайване, это все, это поменяет кардинально макроэкономическую структуру Китая. Раньше там с девелопера, значит, те, кто строил, деньги получали, и из-за этого счет развивалась экономика. Кстати, напомню, что военный ВПК позволил Соединенным Штатам вылезти из-за депрессии великой во время Второй мировой войны. И вот эта схема рабочая, называется это, как сказать, все старое, все новое, хорошо забытое, старое. Если война на Тайване начнется, то в руках Министерства обороны, я не побоюсь этого слова, окажется вся экономика Китая. То есть она жестко и быстро военизируется, перестроится на военный лад, размеры противостояния фронта от Аляски до Австралии. То есть это с одной стороны, а с другой стороны весь Индийский океан. То есть тут как бы, как сказать, и на наши улицы перевернется КАМАЗ, с чем там, с пряниками, или как там шутят. То есть, значит, вот, соответственно, вот к этому идет, и то, что он совершил свое. Почему мы клоним-то? Что вроде как Си Цзиньпин в Сан-Франциско собрался. И вроде как все, Байден сказал, я тут заставлю этого парня играть по правилам, цитата дословная, точка, 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 да, так он сказал. Значит, про Си Цзиньпинов, когда ввел свою избирательную, вроде как заставил этого парня играть по правилам, вроде как он едет куда-то в Сан-Франциско, хотя МИД пока не подтвердил, но, как я вам в прошлой передаче говорил, он и подтвердит к 9 ноября. Но на самом деле правило-то правило, а вот Джан Юся, вот он в Россию первый приехал, и с Владимиром Путином, и вот вы обратили внимание, что там образцовое, но это уже шаблоны наших, значит, заявления, образцовое, все правильно. Это действительно так, это шаблон, который имеет под собой реальное основание. Кроме того, что это образцовая история, меня обратило внимание другое. Джан Юся сказал, как будто в него, значит, вселился, вовсе не Джан Юся это приехал, а какой-то, значит, начальник корпуса стражей исламской революции Ирана приехал, и он сказал, что, значит, Россия, он восхищен, если не ошибаюсь, близко к тексту, цитата, сопротивлением России с давлением Запада. Что-то, может, подменили там, может быть, там, значит, духа, кого там, Раухани, Райси вселился, значит, Джан Юся. Таких заявлений китайские высокопоставленные военные не делали, тем более официально, тем более на встрече с Владимиром Путиным. Это четкий, ясный сигнал Вашингтону, что с Россией остаются стратегические отношения. Вы нас, конечно, принудили. Вообще, это большой вопрос. Ну, вот после вот этой короткой паузы мы это обсудим по поводу визита Си Цзиньпина. Что его... Понимаете, есть две точки зрения на то, что делает Си Цзиньпин и его политику. Те, кто не понимает генезиса группировки Си Цзиньпина и его онтологической антиамериканской сущности, которая от рождения антиамериканская, они думают, что Си Цзиньпин, как и другие предстающие комсомольская вот эта вот проамериканская элита, они договариваются. То есть они крутят хвостом, назову это своими именами, перед американцами. Дескать, может быть, да, может быть, нет. Вот мы сегодня с Россией дружим. Из этого следует, из этого ложного тезиса следует другой ложный тезис, что союз России ситуативный. Но реальность состоит, если вы действительно реально смотрите на генезис политической группы именно Си Цзиньпина, проармейской группировки, поведение Джан Юся и его резких высказываний, реальность состоит в том, что антиамериканизм никуда не делся. То, что Си Цзиньпина вынудили жесточайшим образом, и не последнюю роль в этом деле сыграла трагическая смерть Ликотиана, которая сработала в итоге против Си Цзиньпина. Вы вынудили вот к этим переговорам в Сан-Франциско, его туда тащат клещами. А нам, значит, разные голоса там, да, из интернета говорят, ну нет, ну это он просто там выторговывает себе там что-то. Но одно другого не исключает, что действительно идет большая сделка, и в этой сделке будет Украина, и будет, скорее всего, заморозка этого конфликта. Ну, во всяком случае, от Китая, США будут об этом точно говорить. Будет что-то по Палестине решено, да, по Тайваню. Но в сущности это не поменяет. То есть любой момент, как только Америка даст слабину, как тут у нас 15 секунд, это поменяет позицию Си Цзиньпина, и ничто его не остановит от начала тайваньской операции.